МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для пациентов требуется столько времени, то есть сколько нужно? Как вы думаете вообще на этот счет? Хорошо это или плохо, и что за этим будет? Я думаю, здесь не стоит делать из этого какое-то большое событие. Все это было в рамках расширенного совещания, насколько поняла, Госдумы, где один из депутатов, представитель системы здравоохранения, задал вопрос. И этот вопрос, я понимаю, был связан с большим количеством жалоб от пациентов, которые считают, что им уделили меньше внимания, чем должны были. На этот счет, а почему меньше? Потому что существует норматив. Я поняла 12 минут на каждого пациента. И вот врачи, естественно, торопятся, врачи, естественно, понимают, что им нужно как-то вписаться в установленные нормы, поэтому они, вот кто-то где-то, естественно, это все показывает, высказывает, и появилось недовольство. О чем сказала Скворцова? Скворцова сказала ровным счетом только о том, что все индивидуально, что все не стоит, как и саму жизнь, не стоит и работу в системе вталкивать в жесткие рамки, что одному действительно и 12 минут, может быть, будет много, а второму очень-очень мало, что работа врача – это работа прежде всего с человеком, а у нас, как известно, не бывает двух одинаковых человек, человек, поэтому нужно подходить индивидуально, нужно больше человечности, больше профессионализма в этой сфере, и тогда таких вопросов на заседаниях возникать не будет. Вот у нас существует достаточно, так скажем, много, несколько очередей, электронная, электронные терминалы, живая очередь. Может быть, есть какой-то способ, есть какое-то решение как-то это модернизировать и упростить? – Чтобы очередей вообще не было. К сожалению, очереди есть. К сожалению, почему-то наши жители, в частности, нашего города жалуются, говорят о том, особенно те, кто имеет маленьких детей, что очередей даже стало больше. Связано ли это с нехваткой специалистов? А это тоже огромная-огромная проблема. Связано ли это с тем, что действительно врачи идут на индивидуальный подход и превышают этот регламент, потому что на самом деле 12 минут очень мало? Связано ли это с тем, что у нас все-таки недостаточно в наших поликлиниках внедрены информационные технологии? Потому что та же Скворцова, она ведь привела в пример, насколько я поняла, нормативы, которые существуют везде в мире, в том числе в Европе и в Америке. И вот согласно этим нормативам врач ведет прием пациента всего 7 минут, то есть в два раза меньше. Почему? Потому что информационные технологии позволяют снять массу вещей, на которые сегодня врач вынужден тратить время. Вспомните свой визит к врачу. То есть дверь практически в кабинет не закрывается. Массу времени медсестра бегает из кабинета в кабинет. Она бегает за бумажной вашей карточкой, она сверяет какие-то данные. Так вот на сегодняшний день у нас в республике есть примеры, когда информационные технологии, единая база данных, электронная система позволяет убрать все эти вещи. Это надо изучать, это надо внедрять, это надо прикладывать к этому руки. Да, это все не сразу, это, конечно, нужно время. Спасибо большое, Татьяна, за беседу. Более полную версию смотрите в программе «Актуальная тема» сразу после выпуска новостей. А мы двигаемся далее.